здравствуйте здрасте у вас никогда не было попугая нет если у вас нет попугая вам его и не потерять а мы тут задались вопросом история это может чему-нибудь научить нас или это миф который мы из эфира в эфир повторяем как попугая ну я произнесу сентенцию которая всем известно что история учит только одному что она никого ничему не учат так что ничему она не научит все хорошо чему мы не научимся сегодня мы не научимся сегодня история жизни очень интересный она в двух как бы основных элементах нам сейчас придет эта история жизни зои палеолог была такая племянница последнего императора а значит византии византийской империи константина 11 значит когда турки захватили константинополь значит 1453 году вся семья зои палеолог бежала сначала в грецию потому что была греция была частью византии вот бежала в грецию и собственно говоря там пробыла до момента пока значит этот грецию не захватила турция тоже и дальше они бежали в из греции на корфу а потом в рим и вот как раз там родилась вот зои палеолог девочку назвали на греческий манер собственно говоря она была православной значит потому что вера вера была основная православная но уже собственно говоря в риме а ей ее перекрестили из православной в католичку и как раз дали ей новое имя софия 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 вот и она собственно говоря нам известна с этим именем софия палеолог и дальше начинается история ее замужеств в 11 лет да они ведь это вся семья вот семья палеолог ее папа фома палеолог это собственно говоря брат у константина они признаются наследниками престола хотя в изгнании собственно говоря номинально они наследники престола значит папа держит их папа римский значит держит их при себе и первый брак софии палеолог это она в 11 лет ее выдают замуж за очень богатого итальянского князя значит были самое интересное что сначала были предложения разные ее даже предлагали разным что сказали вот смотрите породнитесь с императорами византийскими а все-таки это кровь цезарей византийские императоры как и собственно император римский а значит вы практически получили право на титул царя то есть цезаря ну вот ее предлагали но все побаивались потому что это конфликт практически из турции а турция тогда пытается вот скажем так сделать ручного такого при себе а значит императором из потомков вот как раз палеологов пытается состряпать ну в общем это конфликт с турцией очень многие побаиваются особенно торгующие какие-то вот люди но тем не менее вот в 11 лет ее сбагривают а значит в 1466 году князю курачелло в италии значит а курачелло там вообще был очень старенький человека ну проще говоря все это заканчивается тем что курачелло в этот же год умирает вот и суфи палеолог родственники курачелло возвращают папе римскому говорят ну что она же даже женой-то не побыла все вот я правильно слышала что ей 11 лет то есть 12 ее возвращают уже разведеночкой ага хорошо 12 лет 12 годам дальше ничего по сравнению софи палеолог ничего вот и дальше собственно говоря павел второй папа римский пытается найти куда бы ее сбагрить по значит это живущую при себе потому что семья то в принципе небольшая но тем не менее содержать эту семью не очень хочется в общем он ищет и он находит очень интересное решение дело в том что в это время как раз вот в 1467 году умирает жена у ивана третьего а значит русского великого князя значит мария тверская мария тверская подарила ивану третьему сына наследника но иметь одного наследника это очень опасное дело потому что вдруг он может заболеть что собственно говоря потом так и случилось он может заболеть и это все закончится катастрофой поэтому иван третий находится в поисках себе жены и вот о том что вот тут проблему ивана третьего и мечтая о том все таки флорентийскую унию который под которой попал киевская руси я вот недавно об этом рассказывал флорентийскую унию продвинуть в москву все таки и как-то включить чтобы греко-киталлическая все таки церковь работала в российской в московском княжестве чтобы и не только в киеве но и в москве уния начала работать вот чтобы православие все таки как-то пододвинуть все потому что по сути уже лидерство православия исчезло и он там предлагает ивану третьему значит вот пожалуйста есть девушка православная про ее католичество не упоминают вот приезжает посланник легат значит к ванну третьему говорит вот есть красивая девушка вот девушки 7 немного 14 лет можно вот поджениться все нормально вот нарожать тебе детей и иван третий посылает сватов то есть посылает значит человека который бы мог оценить и мало что сказал легат надо поговорить с девушкой надо поговорить с ее родственниками и тому подобное проще говоря надо легат алигата родственники это родственники надо к родственникам обратиться и он значит представитель ивана третьего приезжает в рим знакомится с девушкой и получает ее портрет к сожалению этот портрет утрачен но значит эта история с портретом весьма интересная он приезжает с этим портретом к ивану третьему Сразу надо понимать, все эти передвижки, это очень длинные передвижки. Там передвижение из Рима в Москву и обратно по несколько месяцев занимало. И вот он приезжает с этим портретом, показывает Ивану Третьему. Иван Третий одобряет и говорит, классная девчонка, берем. Но это уже в возрасте реконструкция, потому что ее череп и вообще ее костяк сохранился. Поэтому уже в 1994 году произвели такую реконструкцию. Он показывает портрет и Иван Третий соглашается. И дальше, собственно говоря, направляет этого же самого посла в Рим. Чтобы он произвел так называемое заочное обручение и вывез невесту царя в Москве. Он едет. А почему нельзя было сначала вывезти, а потом очно обручиться? Ну, это как бы гарантия, что она не будет привезена и потом не понравится, и он потом не женится. То есть это такое в какой-то степени, что ее уже сбагривают окончательно. Что вот все в порядке, что уже он не отвертится. Вот такой вот подход. И он действительно приезжает. Значит, там еще какое-то время, ну, еще повторяю, это долгие вот такие передвижки. По нескольку месяцев они едут. В конечном итоге там еще разговоры шли о приданном. В общем, за всеми этим переговорами, переездом. Потому что вот этот посланник Иван Третий, он трижды приезжал в Рим. Но в конечном итоге в 1472 году, когда Софья Палеолог уже исполняется, значит, 17 лет, все-таки договариваются, все уже окончательно, происходит обручение. 23 мая происходит обручение. В Риме присутствуют очень многие представители итальянской элиты. Говорят, даже Медичи присутствовали. Ну, в общем, очень многие присутствовали. И в конечном итоге, значит, обручение происходит, и начинается вот этот вот переезд невесты к Ивану Третий. Значит, опять же, переезд длинный, они там по суше едут до Германии, потому что в то время конфликт Иван Третьего с Польшей. И они пытаются объехать все эти земли, чтобы не попала невеста в плен, а там ее выкупать придется. Это очень такая опасная вот штука. Ну, в общем, они там и в Германии, потом, значит, по морю они плывут в нынешний город Таллин, который как раз под Русью был. Значит, дальше они, значит, из Истляндии они дальше попадают, уже по суше идут в Сков, Новгород. И там происходит очень интересное событие. Дело в том, что Софья Зоя-палеолог вдруг начинает вспоминать, что она не Софья, а Зоя, что она православная. И она начинает во всех церквях, которые вот она попадает в Россию, в российские вот эти вот подпочиненные Российской империи города, и где есть православные церкви, начинает к ней ходить. Чем вызывает недовольствие? Дело в том, что с ней послали, значит, попыримского посланника, человека, который, по идее, должен был, скажем так, вот это все договорятся по поводу унии. А тут Зоя вдруг начинает показывать свой нрав. И, значит, вдруг в носку ударяется в православие. И, значит, когда они прибывают уже в Москву, выезжают они, значит, 24 июня, а в Москву они прибывают аж в ноябре 1472 года, 12 ноября прибывают. И там происходит очень интересное событие. Дело в том, что вот этот вот представитель попыримского должен был идти и заходить прямо в Кремль с крестом католическим перед вот этим, значит, всей этой колонной, идущей, значит, вот, везущей вот эту невесту. И сама Софья Париолог, и представители Москвы, которые его встречают, просто говорят, а ну-ка быстро в конец, значит, колонны, и чтобы близко со своим крестом там вначале не появлялся. Все, ты на православной территории. Значит, и колонна, собственно говоря, таким образом заходит, что, собственно говоря, показывает, что никто про унию с тобой разговаривать не будет. Да, действительно, посланец так, не вшел нахабявшись, уехал. Вот, а 22 ноября 1472 года происходит венчание, брак Софьи Париолог с, значит, Иваном Третьим. Значит, дальше... А почему не стали про унию-то разговаривать? Началось, просто говоря, с унижения посла Папы... Зачем? Не могу что-то я вычинить цель. У нас... Дело в том, что слухи о том, что представители Папы Римского едут для того, чтобы наслаждать католичество, очень сильно распространились по Москве. И это сразу стали говорить, что тут женитьба не просто так. Тут это женитьба, это похоже по гибели нашей... Тут бояре поднялись в возмущении. Иван Третий немножечко так, кстати, ошалел, потому что ему буквально говорили, ты что, все нас католикам сдавать собираешься? А тут же конфликт на конфликте. И с Польшей конфликта с католической. Тут, ну, в общем, все возмущены. Тут и с Киевом конфликт по поводу унии. А тут, понимаешь, католики чуть ли не въезжают напрямую. Ну, и Иван Третий, значит, принимает решение о том, что нет, надо католик подбирать. Иначе просто сейчас закончится тем, что бояре его просто скинут. Тем более, что среди бояр ходит очень интересная бумажка о праве бояр на скидывание с престола царя. Это очень интересная бумажка ходила. Проговоренная, кстати. Автором этой бумажки является Иосиф Володский, довольно известный религиозный лидер, который потом проявится, очень сильно проявится. Ну, сейчас я об этом скажу. Так вот, значит, Иван Третий понимает, что тут очень серьезные проблемы. И, проще говоря, католиков отбивает. И женится. Брак у них был довольно долгий. Она ему нарожала 9 детей, из них 5 сыновей. То есть все-таки она подготовила такой вот действительно хороший балласт, чтобы наследник был, даже в случае, если гибели одного из наследников. Но, тем не менее, получается, в следующем складываются две партии. Одна партия – это те, кто, значит, за Софью, палеолог, за ее детей, за ее сыновей, за ее старшего сына Василия, будущего Василия Третьего. И эту партию возглавляет, ну, по сути своей такая, потому что там еще религиозный подтекст очень сильный. Это так называемая западная партия, потому что они продвигают коммуникацию с Германией, очень сильную коммуникацию с Прибалтикой, с Литвой и тому подобное, с Великим Литовским княжеством. В общем, это такая очень сильная западная партия с концепцией, кстати, очень интересно, с концепцией сильного боярства и с концепцией сильного монашества. Значит, это с одной стороны. С другой стороны, это партия, которая в последующем будет называться «Новгородожидовствующая». Очень интересная партия. Почему вот этот добавок «жидовствующий»? Потому что упорно ее пытаются вывести из неких еврейских мыслителей, которые как бы приезжают в Новгород и через него, через митрополита Новгородского Геннадия пытаются провести всякие реформы. И все время ссылка на то, что приезжают и евреи. Вот это вот как бы все время этот контекст выдают. Концепция очень простая. Ориентация в основном на южных европейцев, то есть это Венгрия, это Молдавия и тому подобное. Ориентация на Турцию, значит, в политическом плане, то есть заключение мира, заключение переговоров и тому подобное. И, значит, сильная царская власть, никакое усиление бояр. И одно из очень важных элементов – это нестяжательство. То есть, проще говоря, монастыри должны быть лишены имущества. Значит, вообще надо авторитет церкви снизить как можно больше, больше светскости, усиление светскости. Вот такая вот концепция. Вот две, собственно говоря, партии складов. Во главе этой партии становится Иван Молодой. Это сын Ивана Третьего от первого брака, от Марии Тверской. И самое-то важное, Иван Третий поддерживает его. Там очень такой сильный был лидер этой партии новгородожидовствующих. А, значит, это был Фёдор Курицын, такой был дьяк при Иване Третьем. Он очень сильно влиял на Ивана Третьего. Иван Третий действительно сначала поддерживал очень сильно вот это вот течение, связанное с Фёдором Курицыным, и поддерживал Ивана Молодого. Мало того, он его объявил соправителем, практически короновал его. То есть, это практически заявление о том, что вот мой наследник. Он в это время ещё, Иван Молодой, ещё и женится. Значит, ещё более усиливается, потому что его жена Елена становится... Она очень подвержена вот этим влиянием новгородского митрополита, вот этих вот новгородских жидовствующих. Проще говоря, она становится... Тут становится очень колоссальное влияние. А Софья, палеолог, со своим сыном Василием, они отодвигаются в сторону, и вот этот конфликт всё больше нарастает. Там, с той стороны Бояре, с этой стороны Бояре. В общем, проще говоря, раскол очень мощный. Заканчивается это всё катастрофой. Катастрофой какой? Иван Молодой заболевает. Заболевает под агрой. Софья, палеолог, выписывает ему врача из Рима, и буквально через год лечения вот этим врачом из Рима, значит, Иван Молодой умирает. Все говорят, не зря он умирает. А напомните, подагра – это что в современном языке? Это такая проблема с ногами, там, значит, какие-то наросты образуются, тяжело ходить и тому подобное. Такая болезнь есть, подагра. Умирать от неё куда дольше, чем год. Да, подагра живут очень долго. А он тут буквально за год взял и умер. И даже потом Курбский, когда будет писать Ивану Грозному и обличать его бабушку, Софью Палеолог, и считать, что Иван Грозный когда-то испортился именно благодаря тому, что вот эту западную заразу занесли, и, значит, Курбский будет говорить, а мы помним, что Софья Палеолог отравила хорошего правителя. Кстати, значит, очень многие из исследователей вот этого вот течения новгородского мыслительного, вот этого про новгородских жидовствующих, они указывали, что это скорее было не течение какое-то интеллектуальное, ну, в смысле, течение какое-то религиозное с особой системой какой-то христианской, там, вот, какой-то еретической. Это скорее было интеллектуалы. Это люди, которые задавали очень много вопросов, которые пытались разобраться. Почему, например, значит, во время, значит, когда я рассказываю священнику о своих грехах, я должен рассказывать вот этому священнику, то есть во время исповедования, почему я рассказываю человеку не менее грешному? Вот этот священник, он ведь такой же грешник, собственно говоря, а что я ему-то рассказываю? Почему я должен исповедоваться ему? Вот они отказывали в исповеди, говорили, что надо вот от этой системы, то, что один грешник другому исповедуется, от нее отказываться надо. Почему у монастырей столько имущества, огромная масса имущества, и это имущество не работает на, значит, государя, ведь они же налог не платят, только десятина платят с этим монастыря. Почему это происходит? Почему не такая... Ну, в общем, проще говоря, это такая интеллектуальная группа, которая пыталась реформировать не только религиозную, но и реформировать, собственно говоря, власть. Вот, так что это, скорее, набор таких интеллектуалов очень серьезных. Ну, и вот эта группа закончилась тем, что умирает Иван Молодой. Понятно, что у Ивана Третьего возникает очень серьезный вопрос, кто должен быть наследником. У Ивана Молодого есть сын Дмитрий, и тут влияние Федора Курицына оказывается очень сильным, и он все-таки уговаривает на Третьего короновать рядом с собой все-таки Дмитрия, а не Василия, значит, сына Софьи-палеолог. И да, действительно, он коронует Дмитрия, и в этот же год, когда он его коронует, происходит резкая перемена. Иван Третий вдруг вводит в опалу Дмитрия вместе с его матерью, отодвигает в сторону и срочно поворачивает в сторону Софьи, заповорачивается в сторону ее духовника Иосифа Володского, в сторону Василия, будущего Василия Третьего. Резкий поворот, отказ вот от этой концепции сильной власти в сторону концепции сильного боярства и сильного монашества. Происходит этот резкий поворот, и все, вся семья попадает в опалу, все, кто связан с Новгородом, все попадают, объявляются еретиками, происходит собор, они объявляются еретиками, и начинаются страшные события сжигания еретиков на Руси. Значит, правда, у нас сжигали не очень публично еретика, которые собирались сжигать. Они брали как инквизицы, они его сажали на лошадь, задом наперед, надевали на него лапти и такой берестяной колпак, потом сжигали у него на голове этот колпак, а потом его самого сжигали, но следующим образом их запихивали в сруб и сруб поджигали. И как бы его не видно мучений, говорят, ну, хоть население не видит, как он публично вот его сжигает. А он там внутри сгорает. А что с лошадью? Нет, ну, понятно, что его не в лошади загоняют, его загоняют уже после. Но его провозят на лошади, его взагоняют на лошади, провозят по городу. Такая гражданская касть, базор такой. А потом загоняют в этот самый сруб и сгорают, он сгорает в срубу. Собственно говоря. Жалкость, сколько срубов почему зря сожгли? Людей не жалко тебе. В России много. Так вот, значит, такой вот они взяли. Кстати, потом за это очень сильно ругали Осипа Володского, то, что, ну что, это не по-евангельски вот это уничтожение. Нет, надо. И, кстати, действительно, потом даже он сам, Осип Володский, он стал очень большой, его колоссальное влияние. Он потом, значит, уже сам начинает писать в отдельных работах о том, что, да, как бы надо меньше. Ну, тут, как бы, убивать нельзя. Надо дискутировать, но убивать нельзя. Вот, то есть он даже отказывается. Первая его работа просто такая уничтожать и иритиков и тому подобное. Но, тем не менее, Софья с Василием, со своим сыном практически приходят в власти. Эта группа побеждает. Они становятся у власти. И, да, действительно, Василий Третий становится у руля. И когда, значит, Софья-палеолог умирает, а потом очень быстро умирает и ее муж, и Василий Третий становится, значит, к власти. Софье, кстати, в это время было 48 лет. Вот. И Василий уже будет следующим. И это отец более нам известного Ивана Четвертого, Ивана Грозного. То есть Софья-палеолог – это бабушка Ивана Четвертого. Это бабушка Ивана Четвертого. А почему вдруг все изменилось так резко, и Софья взяла власть в свои руки? Неизвестно? Ну, это загадка. Очень колоссальная загадка. Может быть, она связана с тем, что очень многие... Заведите вопрос, что привезла, собственно говоря, Софья-палеолог в, значит, Россию. Ну, считается, что одной из самых важных вещей, все, что мы знаем про сегодняшний Кремль, это практически те архитекторы и художники, которых привезла Софья-палеолог. Она и ее архитекторы, которых она привезла из Рима, значит, построили именно вот этот современный Кремль с вот этими башнями. Вот эти современные башни Кремля построены именно им. Потом практически все основные церкви, которые находятся внутри церкви, это построено именно ее архитекторами. Значит, одно из таких... Ну, это дискуссия идет, но тем не менее одно из таких еще вещей, которых она привезла, это двуглавый орел. Именно с этого момента начинается двуглавый орел, и считается, что это как раз герб Софьи Палеолога. Вот она стала практически Российской империей. Ну и вот это, пожалуй, может быть ответ на ваш вопрос. Это концепция Москва-Третий Рим. То есть, проще говоря, она привезла в себе кровь Цезаря, а Цезарь император все-таки, значит, римский, и, значит, Москва становится Третьим Римом, Третьей империей, и уже четвертая, если вы помните фраза «Москва, Третий Рим, Четвертому не бывать», это вот фраза того, что все, на этом все Римы заканчиваются, Иван Третий уже тогда начинает затевать вот эта идея об императорстве, что Россией правят императоры. Да, это реализует только Петр Первый, уже другой династии, уже не Рюрикович, а уже Романовых это реализует, но вот эта концепция, вот это ориентирование, это ведь практический концепция заявляет следующее. «Москва – это Запад, а не Восток». Вот так, по сути, звучит эта фраза. Да, Москва – это Рим, это империя, но это Запад, а не Восток. Это был один из немногих поворотов, на самом деле, России на Запад, который, кажется, остался несостоятельным. Ну, как смотреть, потому что потом Иван Четвертый все-таки реализует концепцию вот этих новгородожировствующих с усилением царской власти и с унижением власти бояр и ограничением власти. А уже потом понеслось, поехала. Вся эта секурализация при Петре, при Екатерине, практически отбирание всего у монастырей. Это ж, мы-то думаем, что-то из многобри большевиках появилось. Секурализация началась намного раньше. И тогда уже абсолютная власть практически забиралась. Так что победили-то, по сути, и Софья. Победили как раз Мария Тверская с сыном своим, Иваном Молодым, и их внуком Дмитрием, которые практически потом погибли, потому что их в монастыре держали уже, как бы, этих самых вот, и Ивана Молодого, и его жену Елену, и Дмитрия держали уже. Потом они умерли в монастыре, в тюрьме, по сути, своей. Но, тем не менее, они победили. Вот видите, как получается, даже при Евгении Третьем была политика. Двухпартийная система. И двуглавый орел. У меня вопрос бытового плана. А вот Софья, которую привезли за 3-9 земель, на каком языке ты с мужем разговаривала? Ну, говорят, что она была очень умная женщина и быстро-быстро освоила. Но, тем не менее, значит, они говорили на русском потом, но она же хорошо владела греческим. А греческий язык был очень сильно распространен в то время на Руси, так что довольно легко общалась. Она хорошо общалась на латыни, потому что практически она родилась в Римской империи. Значит, ведь она глаза даже не видела в Византии. То есть, на Руси спокойно все общались на греческом? Нет, ну да, на греческом очень многие говорили. Очень многие монахи говорили, вообще религиозные группы очень многие говорили на греческом. Но она, говорят, очень умная была. Если она владела греческим и латынью, она довольно легко освоила русский язык. Тем более, что я напоминаю, что очень многие русские слова – это чисто греческий. А латы пришли из греческого языка, и это, конечно, влияние Византии. Ну, например, очень известное слово «радук». Это греческое слово. Да, интересно, как будут бороться с языками иных, со словами из иных языков наши замечательные депутаты, которые сейчас очень ратуют за русификацию. Что будет с радугой? Тут сразу с двух сторон радуга, оказывается, в опале. Спасибо большое. Кстати, чат бунтует, потому что чат говорит, что палеолог, а не палеолог. А, ну да, 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 да. Палеолог, палеолог, ну да, согласен. Мне больше всего нравятся вот эти дискуссии, шо, как называется. Все ведь еще знают. Вот, я когда загуглила, вообще первое, что увидела, это палеогин, палеологин Софья. То есть, кажется, все это звучало... Зоя Палеогин, да, да, да. Вот правильно ее название, Зоя Палеогин. Да, 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 вот правильно ее название именно так. Не Софья, а Зоя Палеогин. Да, 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 это же ее первое имя. Спасибо большое за эту историческую неделю. С нами всю неделю по утрам был Игорь Валентинович Сажин, историк и правозащитник. Благодарим. Да, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok